И напоследок расскажем о том, как можно повеселиться в любой будний день вместе с детьми, не дожидаясь выходных и праздников. Мел в руки и бегом на улицу учить биологию играть в дартс или вовсе устраивать дефиле. Оказывается, с помощью цветных мелков можно воплотить в жизнь любое желание. Тему продолжат мои коллеги. Чтобы провести чемпионат по дартсу, совсем не обязательно покупать игрушку. Нарисовать ее можно самим, цветными мелками, прямо на асфальте. Только дротики придется заменить на шары или камешки. Впрочем, подойдет даже мочалка для посуды. Затрат мало, зато эмоции через край. Молодец, Толик, молодец! В солнечный день можно обвести мелом чужую тень, а друзья пусть отгадывают чей-то контур на асфальте. Как ты думаешь? Ну скажи, как ты думаешь? Кого обвели? Кстати, если ребенок на площадке один, можно обрисовать тень дерева, скамейки и даже мамы. А если обводить один и тот же силуэт, но в разное время, малыш увидит, как тени исчезают в полдень и наоборот растут к вечеру. Вы можете потом своей тени дорисовать, шарики в руке, сумочку. Еще тень можно нарядить, только вот устраивать такое дефиле лучше с одеждой, которую не жалко испачкать. Все-таки отстирывается мел не очень хорошо. Это вообще-то рамит. Рамит. Кстати, с помощью обычных мелков можно учить алфавит, математику и даже биологию. Например, нарисовать на дорожке следы животного. Игроки на скорости определяют, кто же наследил на асфальте. Мыска. Ясенька, мыска. Ясенька. Правильно, это птица. Хотите тренировать у детей ловкость и гибкость, нарисуйте лабиринт. Выбираться из него можно на перегонки. Если трудно придумать необычные ходы, можно начертить обычные классики. Разворот и обратно. С помощью разноцветных мелков земля легко превращается в холст. Кстати, смывать рисунки можно водяными пистолетами. Впрочем, делать уборку совсем не обязательно. Меловой период заканчивается после первого дождя. И пусть шедевры на асфальте стираются быстро, яркие впечатления точно останутся с детьми навсегда.